Совещание начали с обсуждения хороших новостей. 19 апреля Ильдар Валидов посетил съезд ассоциации Совет муниципальных образований Республики Башкортостан. Нефтекамск стал обладателем звания «Город дружественной семье и детям». Награду глава городской администрации получил из рук Радия Хабирова. Большая заслуга всех жителей нашего города, всех, кто здесь проживает, трудится, работает во благо нашего города, во благо и почитает такие ценности, как семья, как дети. Мы должны достойно это звание, почетное звание в течение этого 2024 года нести и избавлять темпов и работать в этом направлении. Еще одной позитивной новостью стало появление в автопарке службы чистоты и порядка новой техники. Погрузчиком «Кадор» – универсальная машина. Ее можно использовать круглый год. Она уже вышла на линию и даже приняла участие в субботниках. Мероприятия по уборке территории продолжают оставаться актуальными. Все предприятия города, все общественные организации, кто не безразличен к нашему городу, призываю присоединиться каждую субботу, каждый четверг. Объем работы, материалы, инструменты, перчатки, мешки – мы все дадим. Будем убираться, будем чистить наш город, призывая наши тоже управляющие компании подключаться к этой работе. Мы видим обращение наших жителей, которые хотят у себя во дворах тоже выйти с хорошим настроением, с чашечкой чая, там, наверное, может быть, со стаканчиком чая где-то. Если необходимо где-то наше содействие в инструменте, тоже дадим инструмент, дадим технику, дадим. О достижениях городообразующего предприятия доложил генеральный директор НЕФАЗа. Годовая выручка завода составила более 35 миллиардов рублей. В прошлом году на производстве освоили семь новых модификаций. Компания развивается быстрыми темпами и не планирует сбавлять обороты. В основном это модельный ряд автобусов и электробусов. Ну и введена была новая модель 62,50 – это межгород повышенной проходимости. Также на заводе присутствуют два инвестиционных проекта, которые мы на сегодняшний день реализуем. В том числе первый инвестиционный проект – это проект по увеличению выпуска пассажирских автобусов до 3000 единиц в год. Где основными задачами проекта – это увеличение производительности, организация современного безопасного высокотехнологичного производства, соответственно, санация производственных корпусов, автоматизация и роботизация текущих процессов, повышение качества продукции. В конце совещания глава администрации призвал жителей присоединиться к экологической акции. Напоминаем, что уже в эту субботу, 27 апреля, город станет ещё зеленее. На бульваре Феоктиста-Бахтеева появится более 100 пирамидальных тополей. Продолжение следует...